Привет, детки! Сегодня вы увидите процесс создания портрета довольно редким материалом, а именно акрилом, причем на большом формате. Размер моего холста 100 на 70. Дабы сразу развеять все ваши переживания и сомнения, нет, это не будет академическим портретом. Я не академист, но это несомненно живопись, так как данная работа сочетает в себе как графические элементы, так и живописные. Поэтому ее смело можно назвать декоративной живописью. Давно я не заглядывала в свою коробочку с акрилом. Как оказалось, у меня были только стандартные цвета, стандартная палитра, но мне этого категорически не хватало. Дело в том, что если у вас палитра из 7-8 цветов, например, в акварели или в масле, вам этого вполне может хватить, так как краски очень хорошо взаимодействуют друг с другом и, соответственно, хорошо смешиваются, чего не скажешь про акрил. Поэтому я купила вот такой вот светло-телесный и нежно-розовый цвет для того, чтобы смешивать их между собой и получать нужные мне оттенки. Что касается кистей, конечно же, самый лучший вариант для акрила это синтетика, но также я взяла пару новых кисточек с щетиной. Пользуюсь ими в основном для того, чтобы грунтовать картон, на котором я пишу. Это очень удобно. По поводу лица девочки, каких-то уточнений я, наверное, давать не буду, так как это не фантазийный портрет. Я рисую реально существующую девочку, это моя племянница, поэтому тут все понятно. Написание самого лица, самого портрета мне удалось, наверное, легче всего. Не то чтобы легче, а быстрее. Я написала лицо девочки буквально за первых два дня. Это действительно быстро, так как вся работа длилась около трех недель. Да, это достаточно долго, потому что я привыкла к маленьким форматам А4, А3, и также я рисую акварелью. Это очень быстрый материал, и поэтому с непривычки появлялись некоторые трудности, которые мне приходилось исправлять, переделывать и так далее. Также новый формат съемки тоже немного усложнил задачу, так как мне нужно было не только сосредотачиваться на рисовании, а переставлять постоянно свет, постоянно переставлять штатив, решать какие-то проблемы с камерой и так далее. В общем, вся вот эта вот беготня, она не давала мне сосредоточиться, и, в общем-то, это все усложняло задачу, поэтому это все растянулось на такой долгий срок. Не хотелось мне изначально видеть каких-то крупных темных элементов, поэтому я решила, пускай работа будет светлая, включая фон. Но я столкнулась с такой проблемой, что фон поглощал сам портрет, и девочка просто-напросто терялась в нем, меня это категорически не устраивало. Я несколько раз меняла фон, он был светло-голубым, светло-розовым, бежевым, сероватым и так далее. Но в итоге, как вы сейчас можете наблюдать, я решила покрыть все сплошным черным цветом. О, да, это так похоже на меня. Не могу сказать, что меня это не испугало, но другого выхода в данном случае я не видела. И сначала, когда было прописано только лицо и темный фон, это выглядело очень и очень мрачно, чего мне не хотелось. Поэтому я поставила перед собой задачу, несмотря ни на что, сделать работу как можно светлее. Субтитры создавал DimaTorzok Очень проблемными стали для меня волосы. Объясню почему. В самом начале, после того, как я набрала основной тон, волосы стали выглядеть очень естественно, очень живописно. И мне даже нравилось, как это выглядит. Но это выглядело очень академично и меня это отталкивало. Так как работа у нас не живописная и не академичная. Она все-таки декоративная, поэтому она должна содержать какие-то стилизованные элементы. Я начала думать, что же я могу сделать с волосами, как же я могу сделать их декоративными. И я нашла все-таки свой способ. Единственное, что меня немного отталкивало, это то, что волосы выглядят уж слишком неестественными и пластмассовыми. Но на самом деле так казалось только потому, что работа еще не была дописана до конца. Это первое. А во-вторых, если посмотреть на нее издалека, все смотрится очень даже органично. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Однако, даже после того, как волосы были прописаны, эта работа все равно оказалась очень пустой. Ей явно не хватало каких-то интересных стилизованных деталей. Именно поэтому я добавила цветы, а именно пионы. И это, пожалуй, был самый сложный этап для меня, так как я не особо умею писать цветы. Опять же, по той причине, что они у меня довольно-таки пластмассовые получаются. Но здесь как раз это и нужно было, поэтому я подумала, ну, наконец-то мой час настал. Почему бы и нет? Половину времени, затраченного на работу, я занималась исключительно пионами. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В заключении хочу сказать, что в целом работой я довольна, но до сих пор не могу к ней привыкнуть. Она как будто бы не совсем моя, так как очень долго я не писала в такой манере. Но сейчас у меня появилось настроение, и я думаю, что в ближайшее время будут еще работы в этой технике, а именно декоративной живопись, возможно, даже маслом, может быть, акрилом, может быть, я придумаю еще что-то. В общем, если вам нравится такой подход, если вам нравится такая нелегкая съемка, пожалуйста, дайте мне об этом знать, напишите об этом в комментариях. И обязательно поставьте этому видео палец вверх и поделитесь со своими друзьями, потому что я, правда, очень стараюсь показывать вам процессы как можно детальнее. И не всегда это очень просто сделать, снять и смонтировать. Подписывайтесь на мой канал, если вы все еще не подписаны, добро пожаловать. А также не забывайте фолловить все мои соцсети, особенно мой паблик ВКонтакте, мой Инстаграм. Там очень много всяких разных интересных штук, в том числе там есть эта работа в хорошем качестве и в деталях. Вы можете зайти и посмотреть на нее. Ссылки, как всегда, внизу в описании. Ссылки, как всегда, внизу в описании. Подписывайтесь на мой канал.